ДОЛЛАР НА ДРОЖЖАХ Еще они будут работать на одном энтузиазме. Кровь дефицитная и опасная. В какие рамки правительство загоняет донорство и как экономия может превратить переливание в смертельную рулетку? Добрый вечер. Это подробности недели. Последние в этом году, а потому будем анализировать и главные подробности уходящего 2017-го. Многим украинцам еще целую неделю работать в этом году, а вот депутаты уже отправились на каникулы. Причем сегодняшний день у них был очень показательным. В одном этом дне отразилась вся работа в течение года. Планировали заседать всего лишь до полудня. В повестке дня стоял аж один законопроект. Ну и плюс к этому традиционный час вопросов к правительству. Вопросов, которые задают не столько для того, чтобы выяснить что-то, а для того, чтобы поярче заявить о себе. Ну а дальше? Обещают вернуться 15 января и доделать все то, что не смогли. Но ведь таких задач десятки. Как оценивают народные избранники уходящий год? И что точно сумеют сделать в году наступающем, выясняла моя коллега Екатерина Лысенко. Принятие бюджета очень расслабило депутатовых. Последняя рабочая неделя в этом году не задалась сразу. Повторник – полупустой зал. В среду слегка заполненный. Хотя риторика настраивала на продуктивную деятельность, да и амбиции порой зашкаливали. Можете быть вопросом визначения руководителя Национального банка, потому что вопрос уже перезвело. Среди кандидатур, которые назывались, вы знаете, было очень много. Нарешті было названо две кандидатуры панев Лавренчука и Смолия. Ци вопросы, они каждого неделя поднимаются, в том числе и на передпогоджение Рады. Каждую четвергую формуется период октенный. Но мы пока не видим, чтобы действительно было обговорение, что наиболее кандидатур. Семь месяцев нынешняя голова Валерия Гонтарева перебувает в отпуске. Мы вважаем это абсолютно безответственным. Но выходить из отпуска главному банкиру, похоже, незачем. Ни ее отчета, ни отставки, ни новых кандидатур в Раде даже не запланировали. Кадровые вопросы вообще сняли с повестки. А это не только судьба НБУ, но и Центр избиркома, и счетной палаты, и назначение министров. В те ведомства, которым временно руководят ИО. Будь-якое кадровое предназначение – это результат политического диалога и достигнута компромиссу. Компромисс будет тогда, когда на табло высказываются 226 голосов. Домовляется НБУ, а там есть еще такой орган правления НБУ. Намагается туда своих людей засунуть для того, чтобы деребанить вещи в НБУ. Это постоянные политические торги, это перерозподел сфер вплива. И именно через это мы видим неэффективность порядка деньгого и неэффективность голосований, в том числе и из кадровых вопросов. Кадровые предназначения делают для того, чтобы втюлювать государственную политику. И делать это эффективно через эффективных менеджеров, которые на работу призначают голосованием депутатов Верховной Рады. Но не выявляется непризначение, не пропонуются эффективных людей. Однако постоянно возникают коррупционные скандалы с теми, кто уже были призначены. Закон о реинтеграции Донбасса, которого так ждут и о котором так много говорят с трибуны, в зале тоже не появился. Причина, почему мы его разговариваем в сессийной зале, мне не знаменит. Комитет одобрил документы и учел поправки. Отчасти именно это и стало причиной того, почему законопроект не вносят в зал. Больше 600 поправок, которые были запропонованы народными депутатами, очень сильно выкривали стратегию президента, которая была им запропонована в залу, по мирному политико-дипломатичному шляху в регулировании реинтеграции Донбасса. Позиция оппозиционного блоку абсолютно четкая. Закон должен быть результатом договоренностей между переговорниками. То есть ЕС, Соединенные Штаты, Россия, Украина и невизнанные республики. Если это будет продукт договоренностей, то этот закон приближает нас к миру. Если нет, то он отдаляет нас от мира. Потому что если мы будем голосовать за те вещи, которые продолжают войну, то почему вообще нужен такой парламент? Поэтому наша позиция четкая. Сначала договоренности. Интеграцию отложили. И пока итогом недельной работы избранников можно назвать лишь один документ. Закон о порядке установки газовых счетчиков. Ведь без этого документа многие украинцы рисковали уже 1 января остаться без газа. Еще один результат депутатских будней – куларные дифирамбы самим себе. Мы приняли освятую, медичную, пенсионную реформу. Дуже много было принято законы по дирегуляции, по спрощению ведения бизнеса. Это законопроект «Стоп маски шоу». Пенсионная реформа и уже осуществленные пенсии в кишенях граждан. Так же, как и судовая реформа, запуск нового Верховного Суду. Так же и принятие решения про медичную реформу. Но в парламенте одни и те же документы. Принятые и проголосованные депутаты оценивают по-разному. И итоги тоже оценивают по-разному. То, что называли реформами, тяжело назвать реформами. Медичная реформа – это никакая не реформа. Так звана медицина на селе, где ничего хорошего не могли найти, как телемедицину замість потужных лекарей, замість потужных швидких допомог. Это, фактически, никакая не реформа. Те, что сделали с пенсиями, когда, с одного боку, сделали очень хорошо работникам великих промышленных гигантов, в тот же час, фактически, поставили на колено всех других наших граждан, особенно тех, кто мешает в сельской местности. Что мы видим в бюджете на 2018 год? По медической реформе, належное финансирование этих изменений, изменения радянского принципа финансирования лежком-мест, снова же таки, вона сбережена, на первые поле года эта реформа будет отсрочена. И если так далее пида, то вона будет отсрочена и на вторые поле года. Вони называют реформами выполнение требований МВФ, без которого на сегодня Украина не может финансово существовать. Потому что понятно, что в Краину недостатные валютные резервы, для того, чтобы обеспечить выполнение внешних обязанностей. Поэтому кредитирование от МВФ является важной предупреждением, чтобы Краина не скатилась до дефолта. Но МВФ высулает огромную количество вимог для Украины, и политических, и сотоэкономических. И, на жаль, сейчас правильные фракции подменяют понятие. Подвищение тарифов, подвищение цен для населения – это не реформа. Реформа – это когда мы сегодня что-то финансируем, строим, пропонуем, реформируем, для того, чтобы дальше было лучше. Но в том, что подвищали тарифы для населения, дальше лучше нет. Есть бедность. Успели депутаты изменить и свой график работы на январь. Отменили одну рабочую неделю из двух. Видимо, уже понимают, в следующем году решений будет так же немного, как и в этом. И сегодня чуть не испортило настроение нашим политикам аэропорт Борисполь. Появились сообщения, что якобы произошло ЧП с одним из самолетов. Борт выкатился за пределы полосы, и аэропорт пришлось закрыть. Но когда уже многие стали нервничать, представители и Борисполя, и авиакомпании, чей самолет был упомянут в новостях, поспешили опровергнуть все эти пугающие сообщения. Вылеты из Киева продолжились в штатном режиме. Итак, почему Верховная Рада в этом году сделала так немного? И что должно получиться в следующем году? Будем обсуждать это сегодня подробно. Начнем прямо сейчас с нашими гостями. Татьяна Острикова, представитель Самопомичи. Алексей Гончаренко, замглавы крупнейшей парламенте фракции блока Петра Порошенко. И Александр Мартыненко, директор агентства Интерфакс Украина. Александр, я очень надеюсь, что вы уравновесите своими оценками заявления наших уважаемых политиков. Давайте с вас, Александр, и начнем. Как будем поступать? Поздравлять народных депутатов с заслуженным отдыхом или журить за непроделанную работу? Вы как оцениваете итоги работы Верховной Рады в этом году? Верховным годом, конечно, поздравить надо, а не что же люди. Поэтому обязательно и жительством краситовым. А что касается результатов работы, вы знаете, это тот случай, мне кажется, когда жизнь покажет дальнейшие результаты работы. Потому что в этом году, как известно, были основные результаты работы, это принятые реформы. Пенсионная, медицинская и здравоохранение. И образование. Но результаты этих реформ на самом деле мы увидим позже. Мы увидим в следующем году, через год. То есть то, что это одно из событий года, принятие этих трех реформ, это факт, безусловно. Потому что в Украине такого масштабных реформ еще не было. Но вот еще раз говорю, по результатам их, которых мы еще пока не понимаем. Александр, ну многие говорят, ну вот, например, спикер по Руби говорит, что это была осень реформ. А многие эксперты говорят о том, что это были псевдореформы. Вы склоняетесь к какой точке зрения? Ну, осень реформ, это в смысле, что уже все, уже к концу дела идет, обычно так говорят. Нет, ну это не совсем так, я думаю. А еще раз говорю, понимаете, они очень сложные, особенно я имею в виду пенсионную и, скорее, даже медицинскую реформу. Она очень сложная, неоднозначная. Поэтому по ее последствиям, на самом деле, единого мнения у экспертов, у реальных экспертов, я сейчас не про политиков, нет. Конечно, это в любом случае слом системы, в любом случае это шаг вперед, в сторону или влево, мы пока еще не знаем. Но то, что будет в ней очень много рисков заложенных, это факт, это правда. И довод о том, что так больше жить нельзя, тоже, конечно, играет, потому что сохранить все, как было, это был путь в тупик. Но насколько она, ну это, кстати, зависит очень многое от исполнительной власти дальше, потому что вот эти амбулатории, которые должны строиться в селе, они должны строиться. И посмотрим, как это будет сделано. Потому что нужна материальная база, в любом случае, для любой реформы нужна материальная база. Понятно. К вам, господа депутаты, пока поздравлений от меня не будет, но будут вопросы о том, что не сделано все-таки. Татьяна, многострадальный закон о приватизации. Сколько лет мы ждем его принятия? Сколько лет кабинет министра вносит эти деньги в бюджет следующего года и затем вынужден выкручиваться? Почему и в этом году не хватило голосов или политической воли для его принятия? Ну, напередодни новоречных свят традиционно хочется говорить про что-то хорошее, а не про что-то плохое. И таким хорошим за 2017 год большинство граждан Украины... Вы хотите сказать, что в этом виноват плохой Лихман, что мы говорим только о плохом перед Новым годом? Нет, я скажу двое хорошие вещи, а потом перейду до того, на что у влады не стало политической воли. Большисть киян стверджуют опитаних, что позитивными, наяскравшими подъями 2017 року есть безвизовый режим, что не есть заслугой влады, а радше есть визнание европейским співтовариством права украинцев быть повноправными членами европейской семьи и вольно пересутаться, и проведение евробачения. От, власне, на этом хорошие новини закінчуются. Далее переходим до того, что влада не сделала. А влада не сделала много. И приватизация, я бы сказала, не первая из того, что влада не сделала. Не решено проблему сходу, где до сих пор гинут наши хлопцы. Не ухвалено закон про окупованные территории, не признано Россию державой-окупантом, державой-агресором. Правдивой судовой реформой также не произошла имятоция, подмена понять. И даже те люди, которые выбраны до Верховного суду, мы сейчас чуем, что в гражданности есть претензии до их доброчесности, до их статков, до их деклараций. Президентом не внесений закон про антикорупційный суд, створение которого, чергово, сьогодни мы чуем, от президента, отценивается на 2018 рік. Инши вимоги политической реформы, голосование за закон про импичмент, про тимчасовую следующее комиссию, про выборы за пропорционными списками, пропорционной системой с открытыми списками. Знову ж таки, парламент, парламентской большинстве не стало політичною волей навіть винести ці законопроекти на голосование. Закон про выборы пройшел в первом читании абсолютно випадково, потому что кто-то неправильно пораховал голосы и дав своим фракциям команду голосовать. И сейчас мы слышим от коллег, что в цей каденции его рассмотреть в втором читании уже не будет. То есть, что мажоритарку в 2008 году уберут. Сейчас есть народные депутаты, которые подали законопроект про выборы буквально минулого тижня, про выборы за мажоритарной системой, поэтому сегодня наша фракция подавала альтернативный законопроект, другие, знаю, также депутаты подавали. Но я уверена, что в следующем году у влады, снова таки, не хватит политической воли, рассмотреть это вопрос в втором читании и в целом ухвалить как закон. Так же, как 13-та спроба скасовать депутатскую недоторканность произошла в 2017 году. Но что-то мы не спостерегаем, чтобы Конституционный суд вернул эту справу нам и с висновкой, чтобы мы могли, снова таки, рассмотреть ее и конституционную большинство принятия закон. Татьяна, я вас вынужден перебить, потому что мысль ваша, в общем-то, в принципе, понятна, да, КПД вы оценили, но просто этот список, наверное, о невыполненных дел можно продолжать и продолжать. Дам слово представителю коалиции. Вот почему-то не сомневаюсь, Алексей, что вы нас наоборот будете уверять о том, что КПД очень высок парламентом в этом году, да? Знаете, я услышал, что к безвизовому режиму власть не имеет никакого отношения, я чуть не упал. Вообще-то переговоры по безвизовому режиму начинал министр иностранных дел Порошенко, закончил президент Порошенко, десятки требований Евросоюза, никто не сказал, ребята, берите, десятки требований, которые вместе исполнила и законодательная власть, все депутаты вместе, и исполнительная власть, и президент, и кабинет министров. И это реально, я считаю, главное достижение 2017 года, потому что это историческая вещь. Сотни тысяч людей уже воспользовались безвизовым режимом, самое главное, молодые люди, и они уже навсегда... Алексей, а безвизовому режиму в 2018-м ничего не угрожает? Ничего не угрожает, безвизовый режим будет, готов с вами встретиться 31 декабря 2018-го года, и констатировать, что еще сотни тысяч, а, наверное, даже миллионы украинцев им воспользовались. Я бронь на эфиры пока не готов раздавать. Давайте все-таки об итогах уходящего года. Вы довольны работой парламента, только честной коалицией в частности? Я думаю, что есть кому критиковать. Но список, который только что предъявила Татьяна, ведь можно продолжать и продолжать и продолжать. Есть кому критиковать коалицию, а я бы хотел напомнить, что мы, хотя прогнозировали, что не сможет работать парламент вообще в этом году, и досрочные выборы прогнозировали, хочу напомнить вам, из-за того, что никакие решения не будут приниматься. А приняли действительно очень важные реформы. Вы знаете, вот сейчас звучит так, как будто вы классноитесь, а мы не принимали, а досрочных выборов не было. А мы принимали. Медицинское, судебное, образование, реформа. На самом деле важнейшие документы, которые приняты, и которые реально изменят жизнь страны. Децентрализация, которую я лично занимаюсь как секретарь соответствующего комитета Верховной Рады, и очень много этому уделяю силы. Все это сохранено, и все это развивается. Конечно, можно найти недостатки. Я бы в первую очередь отнес кадровые вопросы, которые для Рады становятся таким камнем преткновения. Но если говорить о законодательной деятельности, то, честно говоря, 2017 год оказался намного успешнее, чем я даже наделал. Понятно, спасибо. Вы даже не представляете, как вовремя. Вы вспомнили о кадровых вопросах, ведь это еще один вопрос, о котором политики говорили весь год, но не нашли даже одного дня, вот если честно, чтобы предметно им заняться. Это именно кадровый вопрос. Причем на последнюю пленарную неделю даже анонсировали назначение нового главы Нацбанка вместо Валерии Гонтаревой, которая еще весной решила уйти в отставку. Однако и до этого не дошло. Итак, кто в списке на замену? Давайте еще раз напомним все эти фамилии и должности. Главный банкир страны Валерия Гонтарева в бессрочном отпуске, в который ушла еще полгода назад. Вместо нее Нацбанком руководит ее заместитель Яков Смолий. Именно его называют возможным новым главой, но кандидатуру все никак не утвердят. Обезглавлен и фонд госимущества. И это в преддверии большой государственной распродажи. Стратегически важным ведомством руководит ИО Виталий Трубаров. Второй ИО за последние полгода. Не назначены и новые члены Центра избиркома. Давно истек срок полномочий омбудсмена. Проголосовать за кандидатуру нового депутаты обещали еще до летних каникул, но не сложилось. В итоге права человека уже 5 лет бессменно защищает Валерия Лудковская. За полгода не смогли депутаты доторговаться и по поводу новых членов счетной палаты. А это значит, что орган, который должен контролировать выполнение бюджета, просто не работает. Два министра Юрий Стэть и Тарас Кутовой давным-давно заявили об отставке, но ее никак не могут принять. А вот Ульяна Супрун как раз стать полноправным министром хочет, но никак не может. Продолжаем разговор с нашими гостями. что уже просто смешно и как-то неловко. Нацбанк, Фонд Держмайна, ЦВК, Рахункова палата, можно еще далее продолжить. Это те государственные органы, которые на сегодняшний день не имеют легитимных очильников. Почему? Так же, как и у повноваженной Верховной Ради «Справ людини». Потому что влада не может между собой поделить эти посады. Влада хочет эти посады голосовать исключительно в пакете, чтобы одне одного не кинули. Наш глава Рахунковой палаты, тогда ваш глава Нацбанка и так далее. Понимаете? И вот этот торг иде. Они никак не могут договориться между собой про распредел этих посад, чтобы одна фракция не кинула иншу. Маю на увазе дві найбільших правовладных фракции. И тому, власне, ці питання все відсрощуєте. Я прямо вижу, как Алексей Гончаренко вам хоче сказать, да нет у нас торгов, мы просто выбираем лучших. Да, Алексей? Нет, я хочу сказать другое. Хочу сказать, что у нас есть регламент Верховной Ради, и по нему нельзя избирать главу Нацбанка по каким-то пакетам. Или обоськой, или чему угодно. Хорошо, давайте не глава Нацбанка. Алексей, смотрите, есть еще один очень долго зависший уже исполняющий обязанностей. Это Ульяна Супрун. Причем и коалиция, и в кабинете министров заявляли, что как только примут медреформу, тогда точно мы назначим Ульяну Супрун министром. Что мешает на сегодняшний день? На сегодняшний день действительно есть проблема того, что кадровый вопрос является камнем преткновения. И не только для нас, вот вы говорите о власти. Супрун, почему не министр еще? Вот я слышу критику от самопомощи, которая исключила своего первого номера Анну Габко из своего списка. И еще уже многих членов своей партии исключила из состава своей фракции. Всегда кадровый вопрос это проблема. Вот с Ульяной Супрун ситуация такая. Сегодня я, например, вообще сделал депутатские запросы по поводу того, там им есть вопросы по гражданству, потому что сегодня мы все увидели, что те иностранцы, на которых мы так рассчитывали, зачастую оказались вообще недееспособны или наоборот приносят стране беды и проблемы. Поэтому думаю, что вопрос по министерству здравоохранения это вопрос следующего года. Надеюсь, что мы его решим. Однако хотел бы напомнить, что в рамках медицинской реформы, которая начинается с следующего года, Министерство здравоохранения теряет возможности распределения бюджетных средств и все остальные вкусные возможности. Может быть, после этого нам не сможем легче утвердить кандидатуру министра. В этом споре последней инстанцией для меня будет все-таки Александр Мартынин. Ваш профессиональный и беспристрастный взгляд со стороны. Что мешает? Отсутствие кадров или все-таки торге, о которой говорит Татьяна? Нет, вы знаете, конечно, все было бы давно решено, если бы все должности можно было назначить одним голосованием. То есть всех. И Нацбанк, и Центросберком, и Счетную палату, не скоро сели бы, посидели, если бы одним голосованием всех бы назначили одновременно. А поскольку одним голосованием, как правильно было сказано, значит нельзя все с регламентом, а надо голосовать по очереди. Я согласен с Татьяной, есть действительно опасность постоянно, что кто-то не даст тот голос согласно договоренности. Это глобальная проблема украинского парламента, украинской власти. Наличие двух крупных партий, которые друг с другом, мягко выражаясь, сревнуются в том, кто больше любит Родину. А вот это, это большая проблема. Потому что она выползает не только в кадровых голосованиях, она выползает в голосованиях по любым серьезным вопросам. К сожалению, это так. Изменить это в 2018 году, я думаю, будет невозможно. Изменить это можно будет только после избрания нового парламента. После очередных выборов? То есть вы считаете, что еще больше года страна проживет вот с такими ИО? Ну, понимаете, конечно, катастрофы ведь никакой на самом деле нет. В этом те, кто говорит, что не стоит волноваться, право, потому что тем не менее ведомство работает и так далее. Но эффективность работы этих ведомств крайне низкая. Потому что, как мы знаем, человек, который ИО, не будет брать на себя никакой ответственности, никаких обязательств, и вообще его действительно никто не верит. Потому что, я согласен, приватизация при исполняющем обязанности фонда, это несколько сложная штука такая. Ну, ИО могут не брать на себя ответственности, но на ИО можно слить весь негатив от тех же реформ, которые были у нас приняты этой осенью. Алексей, говорят многие эксперты о том, что Удьяну Супрун задержат на этой должности, пока она не примет на себя как губка, не впитает весь негатив от той медицинской реформы, которую, в общем-то, сама и продвигала. Это правда? Задержат, я надеюсь, не правоохранительные органы, а то у нас сейчас задержание. Задержат в должности ИО. Я понял. Я могу вам сказать следующее. А еще говорят, что никто не хочет идти сейчас на должность министра здравоохранения, чтобы не сжечь свое будущее. Я думаю, что среди 40 миллионов людей можно найти желающих пойти на должность министра здравоохранения, но я думаю, проблема в том, что действительно та реформа, которая стартует, фактически, она в следующем году только-только начинается. Создается новое ведомство, огромный центральный орган исполнительной власти, который будет заниматься проблемами медицинской реформы. И это ведомство также должно найти своего руководителя. Думаю, что вот с этим и связан поиск этой кандидатуры. Я думаю, там желающих будет очень много. Сколько там миллиардов? Может быть, та же Ульяна Супруна видит себя руководителем этого ведомства, и может быть, таким образом оно будет разрешаться. В любом случае, я здесь хотел бы обратить ваше внимание, что то, что министерство здравоохранения возглавляет ИО, не помешало подготовить ИО эту реформу, я считаю, качественно подготовить и принять ее парламенту. Таким образом, я не думаю, что главный вопрос министр, исполняющий обязанности или легитимный. У нас есть легитимные министры, которых уже, наверное, пора от них избавляться, а есть ИО, которая, в принципе, показала результат в этом году. А от кого пора уже избавляться, кстати? Что говорят там? Ну, проговорились, так давайте дальше. У нас есть некоторые министры, которые... Кабин в следующем году сохранится в этом составе? Я думаю, что будут кадровые изменения. Я думаю, что премьер-министр сегодня показывает результат, и поэтому он сохранится. А отдельные изменения будут, в частности, последние заявления некоторых министров, которые носят более политический характер, мне кажется, они не идут на пользу стране. Вы не имеете в виду министра финансов? Я имею в виду, например, министра финансов, потому что речь идет о очень важном для страны процессе возврата активов Приватбанка, который... Есть такое подозрение, что в огромных объемах вы были выведены бывшими собственниками. Так вот, в момент, когда идут юридические разбирательства в Лондоне, делать какие-то заявления, мне кажется, крайне не по-государственному. Потому что это может повредить стране. Татьяна, очень коротко, еще один важный вопрос. Аудитора для НАБУ по квоте Верховной Рады выберут все-таки или нет? Вы знаете, мне кажется, что основным подсумком борьбы с коррупцией, который влада может себе зараховать в 2017 году, есть как раз звольнение главы антикоррупционного комитета Егора Соболева. Потому что на призначение аудитора НАБУ в них часу не знайшлося. На запуск ДБР в них часу не знайшлося. На качественные расследования с прав Майданом Генеральной прокуратурой много шума, толку мало. Основное, что нам сегодня люди говорят, пытаются кого-то посадить, однако еще до сих пор не посадили. Я думаю, что это основная претензия до работы прокуратуры. Потому что Генеральный прокурор занимается криминальными преследованиями политических оппонентов, сводит рахунки с кем-то, занимается пиаром, но не использует прокурорский ресурс на качественные расследования. Александр, ну вот это будет не вопрос, а короткая ремарка. Мне просто интересно, согласитесь, вы со мной или нет. Глядя на все вышесказанное, анализируя, и учитывая, что в следующем году все-таки уже стартует предвыборная кампания, как ни крути, вы верите в то, что работа Верховной Рады будет менее скандальной, но более плодотворной? Только очень коротко. Да вы сами ответили на этот вопрос. Спасибо вам, Александр. Александр Мартыненко, глава Интерфакса Украина, Татьяна Острикова, Самопомич, Алексей Гончаренко, Блок Петра Порошенко были моими гостями. Мы продолжаем подробности недели, и вот о каких темах будем говорить далее. Доллар на дрожжах. Почему национальная валюта падает изо дня в день? С каким курсом встретим Новый год? И как гривнепад отразится на ценах? Стихия природная или рукотворная? Кто виноват, что непогода в Закарпатье натворила так много бед? В Новый год со старыми долгами. Сколько государство задолжало бюджетникам? И как долго еще они будут работать на одном энтузиазме? Уже привычно неприятные новости сегодня из Одессы. Перестрелка, захват автосалона и, возможно, даже заложников. Якобы вот так отношения между собой выясняли бойцы одного из батальонов. Что произошло на самом деле, кто стрелял и почему, знает Андрей Анастасов, наш корреспондент в Одессе. Все произошло в районе Пересы по около 11 утра. По данным полиции, между собой повздорила группа молодых людей. Их было шестеро. Конфликт, якобы, возник на бытовой почве. По какой именно причине, правоохранители не уточняют. Известно, что парни не из Одессы и ранее служили добровольцами в батальоне Айдар. Один начал стрелять из травматического пистолета. Один из человек сделал несколько опереженных пострелов, как он говорит, взял слова, в воздух, для того, чтобы громовать горячие головы своих товарищей. Далее, по данным полиции, произошло то, что и вызвало наибольший резонанс. Двое парней, в том числе тот, который стрелял, забаррикадировались в автосалоне. Он расположен рядом. На контакт правонарушители не шли, поэтому была проведена спецоперация. А вот очевидцы говорят, что конфликт со стрельбой произошел между двумя группами молодых людей. Одни якобы стояли во дворе дома, а другие подъехали на машине. Они, получается, попали в автосалон. И там уже начались боевые действия. Где истина, сказать пока сложно. В полиции утверждают, что пострадавших нет, двое парней задержаны. И пока все это квалифицировано как хулиганство. При этом выясняют, и с какой целью айдаровцы прибыли в Одессу. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности недели. Телеканал Интер. Генпрокурор Юрий Луценко отчитался сегодня об успешном проведении масштабной спецоперации. Сто обысков в семи городах страны участвовали около 500 силовиков. Цель – банда аферистов, которые успели обмануть 1200 украинцев. Большинство жертв – одинокие старики. Преступники обещали вылечить с помощью иностранных технологий и препаратов различные заболевания. И даже акцент имитировали, когда убеждали жертву. Ну а подсовывали пожилым людям самые дешевые отечественные лекарства или вообще пустышки. Главаря банды задержали всего изъято денег и ценностей на сумму 5 миллионов гривен. Продолжается громкое расследование и в Запорожье. Напомню, вчера там задержали главу фракции «Самопомичи» в областном совете. Обвиняют в присвоении имущества. И якобы действовал он вместе с еще двумя сообщниками-однопартийцами. Уже сегодня прокуратура официально сообщила всем троим о подозрении. Суть дела в тендерах. Схема уже привычная, хотя и проводилась через систему госзакупок Прозора. Десяток тендеров в Мелитополе, пул подконтрольных фирм, часть из которых вообще фиктивные. Ущерб оценивают более чем 80 миллионов гривен. Ну а в Киеве дошла до суда громкая шпионская история. Пока, правда, всего лишь избирают меру пресечения. Правительственный переводчик Станислав Ежов, которого подозревают в госизмене, отправлен под арест на два месяца без права на залог. Сам процесс пришлось засекретить. Напомню, задержали Ежова еще в среду. Якобы весной этого года контрразведчики СБУ начали документировать его преступную деятельность. Затем проинформировали и премьера о том, что рядом с ним работает засланный казачок. Ежов был личным переводчиком Владимира Гройсмана и сопровождал его на официальных переговорах. Сам премьер поблагодарил спецслужбу за работу. По версии СБУ завербовали Ежова еще в посольстве Украины в США несколько лет назад. Как утверждают оперативники, он активно собирал информацию и передавал ее россиянам. Это сотрудник, кадровый сотрудник Министерства закордонных справ. Он прошел достаточно серьезный службный шлях. Он работал в МЗС. Он работал в отряджении за кордоном в дипломатическом представительстве. Он работал в администрации президента, в Верховной Раде и в Уряде. Не хочу открывать таймницы следствия. Не один месяц мы знали, что есть подозра, что он работает на иноземной спецслужбе. Дякуючи СБУ, он весь этот долгий час был под полным мониторингом. Конечно, при сприянии премьер-министра и моего аппарата. Как только было собрано необходимую количество материалов, он сразу был затриман. Я наголошу на то, что месяцами шла операция, но никакого вытоку, хоть натяку на выток информации не было. Премьер-министр отчитался сегодня и о работе в уходящем году. По формату это было общение с журналистами в Кабмине, но если оценивать содержание, то получился полноценный годовой отчет. Владимир Гройсман затронул многие направления. От инвестиций и кадровых споров до ремонта дорог и решения проблемы еврономеров. Кстати, владельцам евроблях премьер намекнул на возможность снижения таможенных ставок. Было видно, что особенно приятно главе правительства говорить о социальных расходах. Их рост и вправду в этом году был заметным. Это и новая минимальная зарплата 3200 и повышение пенсий для 9 миллионов украинских пенсионеров. Средняя зарплата к концу года уже больше 7000 гривен. В 2018 зарплаты еще вырастут до 10 тысяч в среднем. А вот какой будет средняя пенсия? На этот вопрос Владимир Гройсман тоже ответил. Заработная плата средняя 10 тысяч гривен, как вы сказали. А пенсия у нас была 1886, а станет 2787 гривен. Плюс 900 гривен в следующем году. Средняя пенсия по краю. До речи, я хотел бы сказать и про то, что сейчас на часе принятия нового законодательства о пенсии военнослужащих. Как вы знаете, мы сделали пропозиции Ради национальной безопасности и обороны. И сейчас этот документ и наша урядовая команда работают с РНБО для того, чтобы финализировать пропозиции. И по нашим предыдущим предыдущим, средняя пенсия для военнослужащих взросла на 1,5 тысячи. Но, понятно, что для боевых пенсий, для людей, которые имеют боевые заслуги и так далее, конечно, это растет больше пенсии, чем на 1,5 тысячи в несколько разах. Кстати, это важный момент. Законопроект, который нужен, чтобы повысить пенсии военным, так и не попал в Верховную Раду в этом году. Обещают проголосовать за него уже в новом. Причем само повышение выплат закладывается с 1 января, даже если политики и займутся этим вопросом позже. И чтобы это обещание все-таки зафиксировать, мы попросили еще и министра социальной политики Украины Андрея Реву прокомментировать, с какого числа вырастут выплаты и какую сумму правительство готово потратить, чтобы повышенные пенсии получили все военные. В самом законе предназначена дата початку осуществления пенсии. Дата в законе прописана. Это 1 сечня 2018 года. То есть, как и обещалось военнослужбовцам, даже если закон будет приняты позже, но осуществление будет проведено с 1 сечня 2018 года. Среднее взросление пенсии, согласно наших рассчитанных предложений, предпочено, что в пенсии взросло на 62%. Для сравнения, когда мы проводили пенсионную реформу для цивильных людей, то среднее взросление склало только 30%. По предыдущим рассчитанам, это будет до 12 миллиардов гривен на 2018 год. Ну и если на военные пенсии деньги все-таки нашли, то по еще одному вопросу ясности нет до сих пор. Это долги по зарплате. По всей Украине они уже исчисляются миллиардами. Хуже всего ситуация у врачей и шахтеров. Почему задолженность растет? Центральная власть кивает на местные органы. На местах отвечают, что деньги должны дать в Киеве. Когда закончатся эти разборки чиновников? И что делать людям, которые остались без заработанных денег? Выясняла Павлина Василенко. Медикам зарплату! Мы не виноваты. Мы должны, это уже последний крик души. Они перекрыли дорогу Львов-Самбар. Врачи, медсестры и санитары. А все потому, что тысячи медиков местной больницы с сентября не получают зарплат. Мы не можем за что жить, мы не можем за что детей годовать. Есть не можем за что. А за что мы можем ездить каждый день на работу? Кроме митинга, медики объявили еще и забастовку. Оказывают только неотложную помощь. Аппендинцид, если поступает, вот видите, раздробленный надколинник. Это в уши оперировать. Это не можно откладывать. Чтобы выплатить зарплаты, в Самбаре не хватает 13 миллионов гривен. Местная власть уверяет, субвенцию на зарплату медиков обязан выделять госбюджет. Но кроме денег из Киева приходят требования. Сократить штат. В больнице уже уволили 200 человек. От финансовых задержек это не спасло. А дальше и сокращать некуда. Сейчас город утверждает бюджет на следующий год с огромным дефицитом на медицину. А это Коломия. Тут тоже медики вышли на митинг и перекрыли дорогу. Требования те же. Задержки зарплат начались еще в начале года. Долги только по одной больнице. 12 миллионов. Мы были на страйке в вересне. Были под министерством. И людина, которая была на Майдане, и сейчас выполняющая обовязки министра, не захотела с нами общаться. На этой неделе медикам Коломии погасили долг до середины ноября. Когда отдадут остальное, неизвестно. Наталья сама воспитывает двоих детей. Чтобы выжить, ездит за границу на заработки. С серпня по вересень. Я была в Немеччине. И мне было очень приятно, когда пришлось моей дитине 1 вересня, без меня пойти самому в школу. Я бы не хотела в другой раз поехать за кордон. За границей, говорит Наталья, она просто раб сила. Но за свой тяжелый труд получает в разы больше, чем на родине. Заработанных денег надолго не хватает. Отказывает себе во многом. Когда я последний раз была в кинотеатре, я не могу вспомнить. Когда я купила книжку, которую я люблю почитать, я тоже не могу вспомнить. Приходится работать в условиях, в которых лекаря работала еще в 70-80-х годах. Хочешь жить – умей вертеться. Без выходных и праздников. Это график травматолога Игоря Нижника. У меня зарплата приблизительно 4 тысячи гривен. В дружине еще меньше. И если бы у нас не было каких-то дополнительных подзаработков, мы бы обязаны были оставить медицину и выехать. У всех есть дополнительные подзаработки. Я даже не хочу сказать, где кто продает и на базаре. Тем временем в Минздраве, рекламируя медреформу, обещают ощутимое повышение зарплаты медиков. А то, почему медикам сейчас задерживают их мизерные зарплаты, объясняют явлением ежегодным и винят во всем местной власти. На погашение долгов Минздрав планирует выделить 300 миллионов гривен. Но долг перед медиками почти в 10 раз больше, подсчитали в парламентском комитете здравоохранения. Два с половиной миллиарда это оставался борг станом на сегодняшний день до конца 2017 года. Само на заработные платы бюджет 2018 года. Медичная субвенция на фонд оплаты работы сбережена на таком же уровне, как и в 2017 году. Государство задолжало не только медикам. Зарплаты задерживают и шахтерам, и учителям. Из-за долгов бюджетникам Кабмин вчера даже внеочередное заседание собрал. Только вот арифметика у них совсем другая. Но вопрос, кто виноват, людей без зарплаты волнует гораздо меньше, чем вопрос, что делать. Украинцы все чаще устраивают голодные бунты. В начале декабря на Закарпатии трассу Киевчо перекрывали воспитатели и учителя. За бастовкой выбивали свои кровные и шахтеры на Волыне. По данным Госстата, зарплатных долгов только шахтерам в 516 миллионов гривен. По всем бюджетным сферам набегает сумма почти в 3 миллиарда. И это лишь официальная статистика. На самом деле, она в 2,5 раза выше. По-перше, что у нас около 50% экономики работает в цене. И там заборгонность не враховывается. Я общался с окремлами главной администрации, они говорят, нас бьют по шапке. Я только покажу эту заборгонность, которая выникла, не по моей причине. Меня завтра поменяют. Недостатки в местных бюджетах. Немного чего выплачивать зарплату. Проценка в бюджетной сфере цели. Похоже, войти в Новый год без долгов вряд ли удастся. И задержки зарплат бюджетникам и в следующем году останутся насущной проблемой. Павлина Василенко, Жанна Дудчак, Галина Якушко. Подробности недели. Телеканал Интер. Продолжим обсуждение итогов этого политического сезона. Юрий Бойко, гость подробности недели. Здравствуйте, Юрий Анатольевич. Спасибо, что пришли. Ну, смотрите, мы сюжет с вами внимательно только что смотрели. В Новый год Украина входит с долгами по зарплате на миллиарды гривен. Врачи, шахтеры пострадали больше всего. Почему не был решен этот вопрос? Это абсолютно четко понятно, что это вина правительства. Это вина отраслевых министров и вина Министерства финансов. Ну, естественно, премьера как руководителя правительства. Потому что этот баланс должен всегда отслеживаться. Должны быть предусмотрены достаточно субвенции, если их не хватает перед концом года. Второй вопрос, куда они их потратили, если они были заложены нормально. Но если их не хватает, то их надо предусматривать и принимать изменения к бюджету, которые удовлетворят потребность людей в деньгах. Мы, я помню, голосовали за закон по бюджету. Там было 400 миллионов субвенций на зарплату шахтерам. Вопрос, куда они делись. Но это однозначно вина правительства. Надо предусматривать достаточно денег. Учитывая уровень профессионализма, очень много вопросов правительству сегодняшнему. Я хочу буквально два слова сказать. Я пока ждал, смотрел сюжет по военным пенсионерам. Вот очередной готовится очередной обман. Военным пенсионерам их полмиллиона человек в стране. Так только же, что вот Рева обещал в прямом эфире, что все будет. Я объясню, в чем обман. Министр Рева лукавит и не говорит правду. На самом деле, все нормативные документы для индексации пенсии пенсионерам военным есть. Они регулируются отдельным законом 1992 года, платятся из бюджета и при повышении оплаты действующим военнослужащим есть постановка Кабинета Министров. Такой же постановкой Кабинета Министров пересчитывается пенсия военных пенсионеров. Последний раз им пересчитывали пенсии в 2012 году. То есть на сегодняшний день Рада даже не должна голосовать? Не нужен никакой закон. Есть все документы. И по ним, и по пенсионерам внутренних войск правоохранительной системы, которым тоже не провели индексацию пенсии, ссылаясь на бюрократические зацепки. Поэтому министр лукавит. Есть все основания с сегодняшнего дня. Мы это требовали, они ушли от ответа, там сослались на закон, там РНБО затягивает время. На самом деле все нормативные документы для поднятия пенсии сегодня есть. И это очередная уловка правительства, чтобы не выплачивать пенсии, так точно, как это сделали с так называемой пенсионной реформой, когда люди, у которых была небольшая пенсия, они получили там максимум 100-150 гривен доплаты. А люди, у которых была достойная пенсия, они получили большую добавку. Еще больше увеличился разрыв между пенсионерами. Поэтому я считаю, что это преступление правительства. Мы на самом деле направили уже запрос генеральному прокурору с тем, чтобы была дана оценка, поскольку правительство не выполняет собственные нормативные документы. Я думаю, это очень хорошая тема для моих коллег, журналистов, подробности. Разобраться в этом детально, уже, наверное, начиная с понедельника, все-таки дать людям, военным пенсионерам, ответ на то, обманывает их правительство или нет, когда они могут рассчитывать на повышенные пенсии, мы обязательно в этом разберемся. Судьба законопроекта о Донбассе из несделанного, из того, что я иду по тем пунктам, которые в Раде, в общем-то, так и не пришли к логическому финалу. Порубию обещает ошибок сегодняшнего парламента, собственно говоря, почему не доверяют люди ему, это то, что он практически стоял в стороне от мирного процесса, от процесса примирения на Востоке. Нормандский формат, Минские переговоры, посредническая миссия спецпредставителя Америки и России, вот все проходило мимо парламента. Вообще не имел политического лица. А этот закон, так называемый, о реинтеграции, который появился под влиянием радикально настроенной части парламента и не имеет никакого отношения к возврату территории, восстановлению территориальной целостности нашей страны и вообще к примирению, чего хотят люди, это абсолютно вредная вещь, поскольку он затруднит работу посреднической миссии спецпредставителя Америки и России. Поэтому мы считаем, что он не должен быть на повестке дня, он вообще не несет никакого прикладного значения. Там есть все, что угодно. И кто будет защищать территорию, и кто будет командовать войсками. И как, ну, еще добавлен НКВД и люди на оккупированных территориях, который был закон когда-то в Советском Союзе. И, в общем, это закон 44-го года об оккупированных территориях. Ни одного слова о том, как вернуть территорию, людей, как вернуть, как восстановить территориальную целостность, в этом законе нет. Поэтому мы считаем ему вредным, мы за него, естественно, голосовать не будем. И я думаю, что уже получили соответствующий сигнал мирового сообщества, что он перечеркивает все достижения Минских соглашений и их как базу. Поэтому этот закон не должен быть принят. Еще о не сделанном это зависшие кадровые вопросы. Мы уже упоминали, рассказали зрителям весь перечень всех этих пустующих кресел. Вот на этой неделе даже не смогли проголосовать, хотя анонсировали главу Нацбанка. Не смогли договориться? Да, абсолютно банальная ситуация. Идут торги. Каждый хочет своего руководителя Нацбанка. Причем не понимает, что первый критерий должен быть профессионализм, поскольку, когда завалили в три раза национальную валюту весной 2015 года и практически привели к обнищанию весь народ, то хотя бы на этом делали выводы, хотя бы учитывали эти ошибки. Однозначно руководитель Нацбанка должен быть профессиональный, должен быть равноудален от всех политических сил и имеющий одну цель. Это стабильность национальной валюты и обеспечение реального кредитования экономики. А там идут торги кого-то своего, первого зама, руководителя. То есть каждый президент хочет своего руководителя Нацбанка, значит, фракция Народный фронт хочет какого-то первого зама, насколько мы поняли эти торги. То есть это не имеет ничего общего с государственными интересами. Идет банальный торг за должность. Собственно, как и все, что делало эти остатки правящей коалиции в предыдущем году. В избирательный кодекс его принятие вы верите на сегодняшний день, что он будет принят? Я считаю, я считаю, что в стране, которую довели до обнищания, и в которой люди, они не виноваты, они продают свои голоса, они хотят выжить, им предлагают деньги, они вынуждены на это идти, их это вина власти. Должна быть изменена избирательная система на открытые списки, на пропорциональную систему, поскольку мы видим, что сегодняшняя система не дает честных выборов. Понятно. Юрий Анатольевич, если подытожить весь этот год, вот какую бываю оценку по 5-балльной, по 10-балльной поставили в Верховной Раде за прошедшие 12 месяцев? Все-таки у нас сегодня итоговая программа из-за политических сезонов. Я думаю, что надо чуть-чуть расширить. Оценка, естественно, неудовлетворительная, причем это не то, что я там поставил, это поставил народ Украины. Уровень доверия парламенту в 4%, говорит сам за себя. Парламент там уровень стал чемпионом по недоверию, обогнав даже правительство. Это был политический сумрак. Весной развалилась правящая коалиция. Они разбежались, поскольку поняли, что дела плохи. Потом создали так называемую бюджетную коалицию, мотивировав две группы «Волю народа» и «Видроджиня», за счет чего, собственно говоря, голосовали все те унизительные для страны вещи, которые прошли через парламент. Парламент сделал три главные ошибки. Он первый стоял в стороне от минского процесса, от примирения, о чем мы говорили. Второе, он не заслушивал правительство, а обязан был сделать по регламенту, должен был заслушивать правительство, принять или не принять программу действий, выхода из экономической кризи, а если она не принимается, правительство в отставку. И третье, он даже не заслушивал руководителей правоохранительных органов по расследованию резонансных преступлений, которые напугали всех людей в стране. А третья ошибка это принятие антинародного и антисоциального бюджета. Это было вообще позорище, когда накормили до отвала силовые структуры и ободрали всех пенсионеров, всех социально незащищенных людей. Поэтому это было три главные ошибки, которые привели к такому низкому, катастрофическому, низкому рейтингу доверия у людей. Очень мало вещей, которые парламент сделал хороших. Ну, продлили мы мораторий на продажу земли. Это хорошая вещь. Это действительно было сделано парламентом, тут он отработал. Запретили вывоз леса к рулякатам. Два-три закона приняли по переселенцам, хотя еще на очереди четыре закона по переселенцам для того, чтобы реально помочь это полтора миллиона человек в стране. Вот, пожалуй, так можно оценить работу парламента. По пятибольной системе я бы поставил два с минусом. Понятно. Ваш ответ понятен. Очень хотелось бы, что верить в то, что ошибки будут учтены, исправлены, да, в 2018-м, ну, а верить в это или не верить, тут уже будут решать наши зрители, они внимательно следят за политической жизнью в нашей стране. Спасибо. Лидер оппозиционного блока Юрий Борько отвечал на мои вопросы. Мы о чем будем говорить дальше? О том, что в топе украинских новостей весь месяц была тема доллара. Гривня падает, иностранные валюты растут, и конца этому пока не видно. Как долго будет такая ситуация, и упадет ли гривня ниже, чем 30 за 1 доллар? Обсудим в следующем части нашей программы. Доллар на дрожжах. Почему национальная валюта падает изо дня в день? С каким курсом встретим Новый год? И как гривнепад отразится на ценах? Стихия природная или рукотворная? Кто виноват, что непогода в Закарпатье натворила так много бед? В Новый год со старыми долгами. Сколько государства задолжало бюджетникам, и как долго еще они будут работать на одном энтузиазме? Подробности недели возвращается в прямой эфир. Спасибо, что дождались. Затопленные улицы и дворы, разрушенная дамба и мост, и даже эвакуация людей. В Закарпатье небывалое наводнение, которое уже назвали историческим. Движение на некоторых дорогах в области до сих пор ограничено, хотя большая вода постепенно ушла, и жители вернулись в свои затопленные дома. Но после бедствия стихийного теперь люди должны бороться с бедствием финансовым. Ведь на выплату компенсации они и не рассчитывают. Ждут новых паводков. А причины наводнений в Закарпатье оказываются вполне рукотворные. И главный источник большой воды это халатность и жадность. Марина Коваль продолжит. Поля и огороды, улицы и дома все в воде. На Закарпатье зимний паводок. Уровень воды в реках Латарица и Боржава достиг исторического максимума, который исчисляется вполне наглядными цифрами. Затоплено почти тысячи дворов и две тысячи гектаров сельхозугодий. В селе Котельница люди остались фактически отрезанными от мира. Там снесло мост. В Тячевском районе частично разрушена дамба. Но вот это село пострадало больше всех. В Ольховке даже эвакуировать людей пришлось. В некоторых дворах уровень воды превышал человеческий рост. Домой к Василию Брычу мы приезжали неделю назад. Тогда его двор выглядел словно огромное грязное озеро. Василий проводил нам экскурсию на лодке, показывал и залитый водой дом, и машину. Ее не успели вывезти из-за спущенного колеса. За 40 пилей не стоит с той стороны то все прибыло моментально. Я не успел ничего везти. Лодку скинул с другого этажа, лодку вывез. Дети, жену, корову и все. Трактор успел забрать и больше ничего не успел забрать. Сейчас вода сошла. Каким был уровень, хорошо видно вот здесь, на стенах дома. Зорька вернулась в свой коровник. Но пока непонятно, чем ее кормить. Большую часть сена унесло течением. Это все, что осталось. Унесла вода и дрова, и запасы продуктов на зиму. Залитая техника не работает, но больше всего люди боятся, что станет с их домами. В комнатах у Любови в Ароди вода достигла полуметра, и стены, и мебель до сих пор мокрые. Семья со дня на день ждет пополнения. Как будет жить с младенцем в таких условиях, любовь не представляет, но переехать некуда. Теперь семья думает, где взять деньги на ремонт. Дом хоть и застрахован, но больших компенсаций не будет. В сельсовете подсчитали, убытки от наводнения в Ольховке больше миллиона гривен. Денег в местном бюджете нет, будут просить у района, области и у Киева. А пока чиновники думают, как справиться с последствиями этого паводка, люди боятся следующего. Такой большой воды тут не было никогда, и это бедствие в Ольховке не стихийное, а рукотворное, допускают жители. Несмотря на все запреты, Карпаты нещадно пускают под пилу. Массовая вырубка лесов прямая причина наводнений, но не единственная, уверяет эколог Оксана Станкевич. Причина вторая, тоже человеческая, и это банальная халатность. В закарпатских селах нет участков, куда бы можно было направлять большую воду. Зона поймы реки часто просто застроена или засажена. Можно было запобегти этим паводкам, если бы, соответственно, и сельские ради были готовы к этих вещей. Первое, что там есть малюративные канали местного значения, которые абсолютно не получаются в належном уровне сельскими радами. они на сегодня полностью зароснуты чарниками, и засыпаны землей участковой, и сметтям побудовыми. Эта вся забудовка, она как раз действительно в заплаве, и там даже были забудованы полдерные земли, то есть те земли, которые были отведены для сбора и аккумуляции поводковых вод. Но главный источник закарпатских наводнений находится на Печерских холмах в Киеве. Прекращение финансового потока обернулось большой водой, ведь на жизненно необходимую противопаводковую программу попросту не дают денег. Вот маленький пример огромной проблемы та же Ольховка. Тут высокую дамбу планировали построить еще в 2012 году, но работы даже не начинали. Игнорировать эту проблему невозможно, говорят эксперты. Иначе Закарпаттий превратится в зону постоянного стихийного бедствия, а бездействие чиновников превратится в бурлящий поток проблем. Марина Ковадь, Юрий Ковалев, подробности, телеканал Интер, Закарпатская область. Еще один поток проблем уже политический и в том же Закарпатье и в других приграничных областях может вызвать новая инициатива. Тут даже сложно сказать чья. То ли фискалов, то ли министерства финансов, то ли депутатов. Пока политики не признаются. Кто конкретно должен за это отвечать? Уже скоро могут измениться правила пересечения границы так называемыми челноками. Людьми, которые зарабатывают на жизнь транспортировкой товаров. Им-то и зарабатывать больше негде. Но даже эту, последнюю возможность у них могут отобрать. На прошлой неделе многие обсуждали новые правила для получения посылок из-за границы. А вот о новой жизни пограничных территорий как-то позабыли. Ольга Теребинская решила посмотреть на эти новации комплексно. Купил за границей, продал в Украине. Так живут многие жители пограничных областей. Зарабатывают, привозя необходимые для села товары в свои маленькие магазинчики из соседних стран. Но заработать лишнюю тысячу, чтобы дожить до пенсии, скоро может стать невозможно. Верховная Рада на прошлой неделе приняла поправки к налоговому кодексу. И теперь вместо привычных 500 евро в день можно ввозить товары на 50 евро. Иначе плати налог. А чтобы избежать доплат, за границей нужно пробыть сутки. Законы делают все под себя. Они за народ вообще не думают. Скажите мне, пожалуйста, что на 50 евро я могу привезти из Венгрии? А если на 500 евро мне нужно сутки там тупо, тупо сидеть и за свои деньги там запитать. То что то 50 евро, то ничего. Даже себе что с детям купишь, внукам. Это все ненормально, я считаю. Уже хотят нас так приезжать, что уже дальше нет. Люди говорят, такие ограничения ударят по мелким предпринимателям. Но при этом они все равно придумают новые схемы. Все прекрасно знают, что Захидные области, Закарпатская, Ивано-Франкевская, Чернівецкая, люди виживают только за счет цього челночства. Будет ходить пів села, меньше люди будут заробляти, но приведет до часу СССР, когда заходили люди, по три-четыре куртки на себе мали, и це буде ще більший хаос. Вони не думали, за це простой турист, коли буде під'їжджати до кордону, буде бачити перед собой пів кілометрів автомобілів. Еще одно новшество, которое вот уже неделю обсуждают в интернете, три посылки в одні руки, і не дороже 150 евро каждая. Раньше цена тоже была ограничена, но количества нет. Теперь же, начиная с четвертой, все посылки будут облагаться налогом. 20% от стоимости. Таким образом, депутаты решили бороться с контрабандой і заодно наполнить бюджет страны. На моє глубоке переконання, я спорив с своими коллегами, це не призведет до будь-якого эффекту. Наполнянно бюджету однозначно не буде. Аргумент головний, що обмеження в три посылки, воно просто збільшить кількість отримувачів поштових відправлень. Якщо, наприклад, я отримав поштове відправлення один, то тепер буде отримувати моя дружина, мама, тату, сестра, брат, і будь то завгодно. О бессмысленності нововведений заявили і в «Укрпочте». Наприклад, там йдеться мова про те, що четверта посылка буде поддатковуватись митними зборами. А як це буде враховуватись, якщо, наприклад, дві посылки ви замовили в Китаї, йдуть через «Укрпочту», а дві через наших, наприклад, конкурентів. Яка з них четверта? Буде жребі бросати? Як визначитись, яка четверта? Тобто, не існує механізмів технічних на сьогодні, які б дозволили це виконати. Да і настояще потоки контрабанди в Україну такі поправки точно не остановять, кажуть експерти. Митниця у нас фактично дырява і вся коррумпована. Влада, на тому, щоб контролювати 10-15 тисяч митників, цілком легко кожному, вибачте, на лобо повізати камеру поліцейському і знімати. Вона чомусь намагається контролювати ринок. Три мільйона підприємниців чи підсуб'єктів підприємницької діяльності важче проконтролювати, ніж 15 тисяч митників. Для контроля почтових отправлений фискалы должны создати специальну компьютерну систему, которая буде ідентифицировать кожного получателя і вести учет, скільки іменно посилок і з какой періодичностю йому поступає. Якщо лимит превышен, йому автоматичні начнут виписувати налог. Але заработають на цих поправках, по мнению експертов, лише разработчики этой системи і те, хто буде вделять на нее деньги. Ольга Теребинська, Марина Кавалій, Ольга Паломарюк. Подробності недели, телеканал «Интер». Вообще, стоит рассматривать эти новые правила в контексте тенденции. Фискальная служба – это ключевой донор украинского бюджета. Если посмотреть на поступление только от таможни, по итогам года фискалы обещают перечислить более 300 млрд грн. Это більше, чем в прошлом году, аж на 68 млрд. Похожая динамика и по налогам, и по другим обязательным платежам. А ведь на 2018-й запланирована еще и отмена налога на прибыль. Это уже обещал президент Петр Порошенко. Только за 11 месяцев года этот сбор принес бюджету почти 50 млрд грн. Место налога на прибыль должен появиться новый, на выведенный капитал. Но компенсирует ли он выпадающие доходы бюджета? Пока это большой вопрос. Но все-таки, самая большая финансовая проблема нашего государства в отношениях с западными донорами. С тем же Международным валютным фондом. На простой вопрос, когда конкретно ждать новый транш? Ни один украинский чиновник ответить не в состоянии. Зато в заявлениях представителей МВФ конкретики более чем достаточно. Например, Йоста Люнгман, глава представительства фонда в нашей стране, подробно объяснил. Транша не ждите, пока не будет успехов в борьбе с коррупцией. Интересно, что автор интервью даже специально подчеркнул в беседе с Люнгманом, обычно МВФ не вмешивается во внутреннюю политику государств настолько, чтобы требовать создания того же антикоррупционного суда, а концентрируется на экономических вопросах. Но чиновник фонда напрямую увязал борьбу с коррупцией и развитие экономики. Мол, только снижение коррупции позволит Украине сократить отставание от других стран Европы. Но вот в украинском Минфине настроение куда оптимистичнее. Там не просто ждут транши в следующем году. Там говорят, что можно получить даже больше двух. Напомню, что именно на два транша от фонда в 3,5 миллиарда долларов рассчитывают в Нацбанке. Впрочем, и там не делают конкретных прогнозов, когда деньги могут зайти в Украину. Только напоминают политикам, что без помощи от МВФ будет крайне сложно рассчитываться по внешнему долгу и удерживать курс. И все-таки создание антикоррупционного суда это пусть и важное, но далеко не единственное требование фонда, которое наши политики должны выполнить. Еще запуск рынка земли, еще повышение цены на газ для населения. И вот представьте себе, министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что все это реально уже в следующем году. Если мы смотрим на следующий год, то Национальный банк видит два транши. Я надеюсь, что мы получим больше. Это, в принципе, все абсолютно реалистично, потому что ключевые условия меморандума, почти все ключевые условия, они уже выполнены. Есть несколько, которые еще не выполнены. это создание антикоррупционного суда, это запуск рынка земли, а также несколько других условий, которые абсолютно реалистично проводят в следующем году. И я не вижу в этом больших проблем. Вы знаете, так и хочется переспросить. Это серьезно? Тот же рынок земли. Его не могут запустить уже два десятка лет. Мораторий на продажу земли в этом году продлили. Даже самые амбициозные сторонники отмены запрета, так сказать, подсчитывают друг друга, говорят, что в зале Верховной Рады их не больше сотни. Мы попросили прокомментировать эту тему лидера Батькивщины Юлию Тимошенко. Все-таки именно Тимошенко последовательнее других защищает мораторий. Простой вопрос. Чего ждать дальше в отношении рынка земли? И неужели мораторий будут продлевать вечно? Я не один раз от имени всей нашей команды и от имени фермеров Украины, от имени сельско-господарских предприятий Украины, от селян я говорила про то, что введение распродажа сельско-господарской земли в Украине это будет уничтожение последнего национального ресурсу нашего народа, после которого в принципе уже не будет чем страну поднимать и как. Неодноразово наша команда запобегала цьому злочину по распродажу сельско-господарской земли. И на этот раз за нашу инициативу разом с аграриями всей страны мы добилися пролонгации заберем продажу сельско-господарской земли еще на р год. Но это не означает, что сейчас в тени большие мафиозные аграрные структури не скуповывают сельско-господарскую землю. Они скуповывают. Но с изменой влади мы весь цей хаос с землей завершим. Все эти злочини с землей прекратимем. И все, что нечестно взято украины, в том числе сельско-господарская земля, будет назад повернуть народу. Наше завдание совсем иншее. Нам нужно с вами, как только влада изменится, сделать стратегическую программу развития национального фермерства. У нас 30 тысяч фермеров сегодня. В сусідній Польщі 2,6 миллиона фермерских господарств. Это означает, что наше завдание сделать не гирше, чем в Польше. Мы не просто сделаем сильный фермерский рух. Мы сделаем все, чтобы они развивались. Мы снимем тихи податки драконевские, которые на них наклали. И мы введем единый податок на землю в помиркованной вартости, который будет принять аграриями. Мы сделаем довгостроковы кредиты для сельско-господарских и фермерских предприятий минимум на 5-10 годов под таки в мире, которые в мире 3-5%, а не те, что делают сегодня. земля будет належать украинским гражданам. Если селяны, которые хотят продать свою землю, выкупят государство за рынковую правильную вартость, а не за те копейки, которые сегодня аграрные большие корпорации кидают людям, мы все поставим на место. Еще один аспект темы МВФ газовый. Украинские политики обязались регулярно пересматривать тарифы, в зависимости от показателей рынка. Но вопрос этот настолько чувствительный, что Кабмин отказывается. Вот если честно, правительство в этом можно понять. По договоренности с МВФ цену на газ, а значит и тарифы нужно еще повышать. Но ведь и при нынешних тарифах у Нафтогаза все настолько хорошо с прибылью, что финотчетам монополистам может позавидовать любая компания в стране. Например, за 9 месяцев этого года Нафтогаз получил почти 30 миллиардов чистой прибыли. Это на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Да, эту прибыль во многом обеспечивает транзит газа через Украину. Но, если прибыль и так есть, зачем еще повышать цену на газ? Кстати, за минувшие 4 года газ для украинцев уже подорожал в 10 раз. А вот что стоило бы сделать в газовой отрасли, так это ликвидировать монополию Нафтогаза. В уходящем году украинские политики ни на шаг не приблизились к выполнению этой задачи. В правительстве считают сам Нафтогаз и саботируют процесс. Об этом сегодня говорил Игорь Насалик, министр энергетики и угольной промышленности Украины. На сегодняшний день, маючи закон про рынок газа, у нас нет рынка газа на территории Украины. Пока будет существовать эфемерная структура, которая называется НАК Нафтогаз Украины, которая в 99-м році створивалась под выборами для того, чтобы монополизировать энергетическую сферу, рынок газа в Украине не будет. Что для этого нужно сделать? Для этого не нужно искать другие варианты. Эти варианты записаны и расписаны в третьем энергетическом плакете, который Украина обязалась выполнить. без демонополизации НАК Нафтогаза Украины Украина не будет двигаться в напрямку рынка газа в Украине. Ну а в самом Нафтогазе отчитались о завершении разбирательства в Стокгольме по контракту с Газпромом. Полное решение пока отсутствует. Обещают его уже в новом году. Даже сам глава компании Андрей Коболев признает, что пока очень рано говорить об окончательных цифрах. То же самое и с судебным разбирательством по транзитному контракту. что в Стокгольме не признали обязательным для Украины принцип «бери или плати», по которому наша страна обязалась покупать у Газпрома фиксированный газ. И таким образом может быть снят долговой навес на десятки миллиардов долларов, который существовал несколько лет. Еще один вопрос, который так и не удалось решить в 2017-м, это диспропорции в зарплатах. Вот вспомните, весь год продолжались скандалы с чиновниками, которые могут стать официальными и, я даже сказал бы, бюджетными миллионерами. Но для обычных людей в Кабмине только обещают среднюю зарплату в 10 тысяч гривен в следующем году, а вот эти чиновники уже получают миллионы. В том же «Нафтогазе» особенно показательно зарплаты руководителей выросли в десятки раз. Коболев, например, за три года стал получать в 25 раз больше. Похожий зарплатный навес над жизнью обычных украинцев создают, кстати, и другие государственные компании. А вот обычные украинцы каждый день упражняются в прикладной математике. Уже полтора месяца со страхом наблюдают за падением национальной валюты. Доллар подорожал аж на 2 гривни. Неделю назад зеленый даже отметку в 29 перескочил, потом, правда, чуть подешевел. Но самое страшное, чем дороже доллар, тем меньше наши с вами зарплаты. Ведь в нашей стране все привязано к американской валюте. и курсовые скачки необратимо приводят к скачкам ценовым. Что подорожает в первую очередь и каких цифр ждать на табличках в обменниках узнавала Любовь Кукла. За ним наблюдают, как за пульсом больного. Не, ну я вижу, что он растет. Он еще выше будет. Он то скачет, то немного успокаивает сам курс доллара. Звичайно страшно, а кому ж не страшно? Ведь за последние полтора месяца доллар вырос на 2 гривны и превысил отметку в 28. Однозначно, сезонные колывания есть завжди. В Нацбанке валютные скачки комментируют осторожно и с протокольным оптимизмом, а объясняют новогодние традиции. Мы повязываем те послабления, яке отбылось в последний час, гривни, с сезонным фактором и в первую чергу с подвищенным попытом на валюту. И повязываем это с закрытием року. Но что будет в следующем году? Каких цифр ждать на желтых табличках в обменниках? Ну, прогнозы национальный банк не дает свои по курсу. Нацбанк не дает, зато эксперты дают охотно. Экономисты уверяют, эти цифры далеко не предел. Отката назад ожидать точно не стоит. Доллар будет расти. А вместе с долларом будет тотальное подорожание. Одежда, обувь, электроника, бензин и автомобили. Все подорожает, ведь почти все товары в Украину завозят из-за границы. А за что покупаем, за то и продаем. И на каждую копейку, на которую возрастает доллар, уменьшается зарплата украинцам. Для наглядности, минималка в 3200 еще в октябре до валютного скачка была на 10 долларов выше, чем сейчас. Мы с вами становимся беднее прямо на глазах. Идет снег, и по мере того, как падают снежинки, мы становимся беднее. И подорожает не только импорт. Ведь украинская экономика импортозависима и завязана на американской валюте. Цены вырастут и на украинские товары. К примеру, на одежду. Ведь шьют ее из тканей, которые покупают за рубежом. А есть ли вообще украинские ткани? Существует ли вообще украинская фурнитура? Их нет. Как цифры в обмене как влияют на ценники? Я решила проверить лично. Иду в один из столичных магазинов, чтобы купить комплекты самых необходимых базовых вещей. Платья, юбки, толстовки, рубашки. Выбор, как в любом магазине одежды. Цены средние. Дешевых сейчас нет нигде. Магазин мы выбирали специально отечественный. Беру стандартный сезонный набор брюки и свитер. О! Очень даже ничего. Надо мерить. А еще шапку и шарф. В итоге за вполне скромный набор одежды я отдала больше трех тысяч гривен. Чуть больше ста долларов. Минимальную зарплату украинцам. По европейским меркам недорого. Да и у нас в большинстве магазинов импортных брендов цены не ниже. Ниже стали лишь зарплаты. По официальным данным сейчас средняя зарплата украинца 7 тысяч гривен. Согласно нынешнему курсу это всего лишь 250 долларов. Половину из которых легко можно оставить во время одного визита в магазин. Как вам цены кусаются? Не кусаются? Ну, отверто кажучи, из-за курса доллара кусаются. Кусаются, потому что привязаны к валюте. Владельцы магазина не скрывают, с ростом доллара будут вынуждены повышать цены. сильно зависим от валюты, потому что вся одежда в счете есть ткани, которые мы закупаем, и все эти цены фиксируются в долларе. Самый большой скачок это было три года назад. Шапка стоила 250 гривен, и тут доллар скаканул в три раза. И, соответственно, шапка не могла стоить 250 гривен, потому что там даже пряжа шла уже на огромную сумму повысилась. Коснется подорожание и техники, ведь вся она закупается за валюту. Правда, пока это покупатели не ощутили, благодаря предновогодним скидкам. Бразильную камеру купили, мясорубку купили. Цены вроде на этом уровне пока остаются за счет скидок. Но скидки это рекламный ход, чтобы и покупателя привлечь и освободить полки для новых товаров, уже по новым ценам. Любовь кукла именик Наталья Неделько, Виталий Коваленко и Василий Миновщуков. Подробности недели. Телеканал Интер. Сегодня в Украине отмечают День работников дипломатической службы. И, пожалуй, впервые с таким размахом. Ведь сегодня еще и 100 лет украинской национальной дипломатии. Именно в этот день в 2017 году Владимир Винниченко и Александр Шульгин подписали закон о создании генерального секретарства международных дел. Тогда же его одобрили на заседании правительства Украинской Народной Республики. Дипломатов поздравил сегодня президент Петр Порошенко. Как и 100 лет назад наша сегодняшняя борьба точится именно за нашу европейскость. Как и 100 лет назад много кто в мире не вынес уроки из прошлого и продолжает очень опасные маневры вокруг граблев с написом «Загравление с Россией». Граблев с написом «Умиротворение агрессора». Как и 100 лет назад перед Украиной никто не расстреляет сейчас червону килимовую дорожку с написом «Евроинтеграция». Но с опытом прошлого мы понимали самое главное что наша дипломатия на жаль не может победить без очень мощной сильной патриотичной нашей Украинской Армии. Но я также хочу наголосить что и наша потужная сильная патриотичная Украинская Армия потребует потужного дипломатичного голоса правды. Ну а на Донбассе ситуация с каждым днем все хуже. Под угрозой даже освобождение заложников о котором договаривались долгие месяцы. Нынешнее обострение началось сразу после того как российские военные покинули совместный центр контроля и координации прекращения огня. Официальное разъяснение российской стороны это ответ на ужесточение требований со стороны Киева. Например уже с 1 января все граждане России при пересечении границы Украины должны сдавать отпечатки пальцев. Впрочем официальные лица и минские переговорщики со стороны нашего государства такие объяснения отвергают. На днях ситуация вокруг центра по контролю и координации стала темой для разговора между канцлером Германии Ангелой Меркель и Владимиром Путиным. Теперь россияне заявляют о готовности вернуться к работе в центре. Почему этот центр так важен? Раньше когда на линии фронта начинались обстрелы офицеры с украинской и российской стороны могли найти их источник и оперативные обстрелы прекратить. А вот сейчас эту деятельность вести попросту некому. Ну а пока стороны ищут фронтовые компромиссы в высоких кабинетах в прифронтовой зоне люди озадачены другим. Как выжить? И несмотря на систематические обострения и атаки мирные жители стараются хоть как-то обустроить свой быт. И особенно контрастно страшные условия в которых они вынуждены ждать выглядят именно сейчас в преддверии новогодних и рождественских праздников. С чем на Донбассе будут встречать новый 2018 узнавала наш военный корреспондент Ирина Баглай. Канун праздников прифронтовая Авдеевка на рынке нет яркой мишуры ни гирлянд ни новогодних украшений. Нет и праздничного настроения. Бахают и бахают какое же настроение может быть? Отсутствие атмосферы праздника ощущается и по рождественским закупкам людей. Их приобретения помещаются в небольшие сумки. На больше нет денег. Сумма не сократилась, цены поднялись. Не отказываемся, а уменьшаем. Сейчас у меня 100 гривен. Картошка есть, яйца куплю, куплю какой-то колбаски на оливье, горошек, купила в зубаночку, огурцы. 90, 80, 60, 50. Не можете себе позволить? Нет, конечно. Все домашнее свое. Когда началась война, Светлана и Алексей уже думали, что хозяйство лишаться из-за постоянных обстрелов. Но выстояли. Теперь это их единственный доход. Хотя и заработок невелик. Свиньи на 125, мякоть. 120 отдаем, 110, кому как. Или бесплатно вообще стало бы в отбавки. Всяк отдаем. около пенсии минимум, там полторы тысячи, они знают, как жить. Бывает, бесплатно дадим. На мясо смотрят, но покупают все чаще обрезки и кости. Собак кормили этими костями, а теперь себе берем, потому что хоть на косном бульоне. Я в этом году, я не помню, чтобы я за год брала свинину натуральную. Екатерина Николаевна пенсионерка. Львиная часть ее денег уходит на лекарства. На еду остается мало, поэтому на этот Новый год украшением праздничного стола будут два блюда. Птица уже год стабильно по 70 гривен, но ее взрослые чаще всего берут не для себя. Ну и берут для ребенка, для бульона. По мере возможности, по мере получения средств, денежных. Впрок продукты в прифронтовом городе не закупают уже давно. Люди почти полгода живут без газа, да и свет может пропасть из-за обстрелов. Вот купили, съели, купили, съели. Потому что бывает такое, что отключат электроэнергию. Здесь не чувствуется Нового года. Не очень радостно, не хватает нам мира. Из-за обострений на фронте и этот Новый год они будут встречать под канонаду выстрелов и взрывов. На линии огня вдали от родных Новый 2018 встретят и военные. Домашний уют вопреки войне создают сами. Колбаса напивкопщина, сардельки, колбаса вареная, мясо, крупы, консервация, сардины, тушенка. Этими армейскими продуктами и будут накрывать праздничный стол. Повара на передовой говорят, у них свой фронт. Это очень важно. Потому что, знаете, как говорят, вдруг война, я голодный. Своих бойцов стараются удивлять. Это у нас французский суп. Грибы, картошка и плавленый сырок. Главное, с душой его готовить. Эти ингредиенты, это такое дело. Вот если душу влажаешь в любую страву, это, получается очень вкусно. Задача у военных поваров непростая. Готовить вкусно, много и быстро. И все это в полевых условиях. Я мешаю, мешаю. А иногда и с риском для жизни. Ну, обстрел на челзи. Кто по блиндажах, а я за зажарку и ховаюсь. За зажарку. Гореть на вогне, на костерах. Зажарку роблю. И за зажарку думаю, хлопцы, что на убеду. Магают, что с убедой. А зажарка зараз не пропадет, а будет гореть. Мимоза, чисто из военных продуктов. Последний штрих шовы. Наши бойцы надеются, в новогоднюю ночь им все же удастся армейской семьей собраться за столом и в тишине встретить Новый год. И четвертый год подряд вместе с мирными жителями загадать одно желание на всех. Хочем миру, спокойно, чтобы батьки дочекались своих детей. Хлопцам, чтобы силы хватило терпения дойти до конца. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Евгений Малярчук из Донецкой области. Подробности недели телеканал Интер. Ситуацию на Донбассе обсуждал сегодня министр иностранных дел Украины Павел Климкин со своим немецким коллегой Зигмаром Габриэлем. В следующий год министры договорились начать совместные поездки на Донбасс. Помнят о войне на Донбассе и в Вашингтоне. На этой неделе американцы официально подтвердили свою готовность поставлять Украине летальное оружие. Эта новость сразу же обросла рядом мифов. Развенчать их готов Дмитрий Анопченко. Он детально разобрался, что же нам будут поставлять американцы. И на каких условиях. В этой истории с летальным оружием для Украины есть свои за и свои против. Свои тонкости и подводные камни. Здесь, в Вашингтоне, я разбирался, что означает решение американских властей. И могу уже сейчас ответить на главные вопросы и опровергнуть мифы. Миф первый. Соединенные Штаты дают оружие Украине. В Госдепе нам четко пояснили, это не благотворительность. Речь идет лишь о том, что американские власти выдали так называемую экспортную лицензию. По сути, разрешили американскому производителю крупной компании из Теннесси продавать Украине винтовки, патроны и комплектующие. Возможность прямых поставок за счет гранта американского правительства по-прежнему рассматривают, но решение об этом еще не принято. Но о том, что все пропало, говорить тоже не стоит. Чиновники и военные, с которыми я буквально сейчас неофициально говорил, в том числе и здесь, в Пентагоне, в один голос уверяют, главное, дать старт. Для Америки важен прецедент. Миф второй. Мол, винтовки, конечно, дали, но более серьезных вооружений, тех же Джевелинов, Украине не видать. Американские чиновники убеждены, решение об этой первой поставке принималось не только дипломатами. Дескать, добро дал лично президент. И та же Канада не стала бы одобрять выделение летального оружия Киеву, если бы не была уверена Вашингтон такого же мнения. Когда и что именно получит Украина, вопрос отдельный, но после того, как на фронт направят американские снайперки М107, отката назад уже не будет. Миф третий. Мол, в команде Трампа идет борьба голубей ястребов, тех, кто за выделение Украине летального оружия и тех, кто против. Споров внутри команды сейчас по сути нет. За однозначно высказались и Пентагон, и Госдепартамент, и Совет национальной безопасности США, и ключевые чиновники Белого дома, и советники Трампа. Осторожен только сам президент. Не хочет лишнего шума. Ведь даже об этом, казалось бы, историческом разрешении на продажу винтовок, которое, оказывается, еще 17 декабря было принято, страна узнала вовсе не от чиновников, а из сенсационной статьи Вашингтон-Пост. Белый дом не хотел бы портить отношения с Россией, но это вовсе не означает, что в команде президента идет подковерная борьба. У меня была возможность коротко переговорить со вторым человеком в Пентагоне после генерала Мэттиса, заместителем министра обороны США Патриком Шенноном. Так вот, мистер Шеннон сказал мне, позиция единая. Военное ведомство и он лично всецело поддерживает решение Груздепа. Миф четвертый, который и тут в Штатах весьма распространен. Мол, после того, как Украина получит вооружение, на Донбассе все только усложнится. Этой риторики и Кремль придерживается. Я переговорил с несколькими ведущими военными аналитиками, так вот, их прогноз, каждый новый контракт, каждая новая поставка будут лишь увеличивать возможную цену для России, если она решится на обострение. А значит, это снижает риск новых атак. Оружейные контракты метод сдерживания, а не эскалации, говорят здесь. Ну и миф пятый, мол, это капля в море. Многие подробности экспортного контракта ни Украина, ни США не хотели бы разглашать. Из того, что известно, документ полностью готов, разрешение Груздепа было заключительным этапом. Первая партия снайперских винтовок уже на складе ждет отправки. В целом, сумма контракта 41,5 миллион долларов. За эти деньги купят не только снайперки, запчасти и патроны, но и другие легкие вооружения. Простая рефриетика показывает цена одной типа винтовки от 12 до 15 тысяч долларов, ну а значит, за этот бюджет страна могла бы несколько тысяч винтовок приобрести. Со временем явно появятся новые мифы, но самое главное, что решение, о котором столько говорили, принято. И что это не миф. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. И вот только что стало известно, что президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с госсекретарем США Рексом Тилерсоном. Обсудили обострение ситуации на Донбассе и выход российских офицеров из совместного центра по контролю и координации. Также сверили позиции по миротворческой миссии ООН на Донбассе. Напомню, размещение миротворцев на востоке нашей страны одна из главных задач для западных и для украинских дипломатов. В скандальной Каталонии сторонники независимости получили большинство в парламенте. А это сразу три партии. Они займут 70 мест из 135. Но тем не менее 25% голосов это 36 мандатов набрали их оппоненты. Политическая сила, которая выступает за то, чтобы Каталония осталась в составе Испании. Однако изгнанный экс-глава Каталонии Карлис Пучдимон во время выступления в Брюсселе уже назвал выборы поражением Испании. Да и многие обычные каталонцы откровенно праздновали победу республики и поражение монархии. Как ни странно, центральное испанское правительство тоже заявляет о победе и считает выборы удачными. По словам премьера Мариана Рахоя, результаты свидетельствуют о снижении поддержки сепаратистов. А в Евросоюзе заявили, по итогам выборов свою позицию не изменят. Дескать, каталонский вопрос личное дело Мадрида. В общем, получилось интересно. Выборы, которые должны были расставить все точки над И, абсолютно все спорные вопросы оставили без окончательных ответов. Вы смотрите подробности недели. Мы продолжим после короткой рекламы. Подробности недели снова в прямом эфире. Спасибо, что вы по-прежнему с нами. Спасение жизни со смертельным риском. Именно таким парадоксом можно охарактеризовать ситуацию с донорством и банком крови в Украине. Ведь сейчас процедура переливания крови стала лотереей. Пациента, конечно, это может спасти, но никто не может гарантировать, что его не заразят гепатитом или ВИЧ, например. А все потому, что качество крови у нас проверяют по старинке и зачастую на давно списанном оборудовании. Убедилась в этом наша Евгения Коваленко о смертельно опасном финансовом обескровливании медицины ее сюжет. В этих больничных коридорах не делали ремонт уже десятки лет. А оборудование настолько старое, что непригодно к использованию. Но другого нет. Здесь даже, казалось бы, обыденные вещи. Роскошь. У нас нет кресел. Даже вот у нас доноры сдают кровь на столах. У нас нет нормальных контейнеров для того, чтобы мы могли качественные компоненты крови разделения произвести правильно. Это отделение трансфузиологии в Институте хирургии имени Шалимова. В таких условиях каждый год здесь заготавливают две тонны крови для операций. Вот, к примеру, эта центрифуга самодельная и настоящий старожил. Работает уже 17 лет. слабенькая, множество раз ремонтированная, но другой у нас нет. Сделали сами мастера и они уже даже не приезжают нам ее перепроверять, потому что они считают, что ее нужно списать и выбросить на металлолом. И такая ситуация почти во всей Украине. На некоторых станциях переливания крови оборудование еще со времен Брежнева. Вот как в Ривне. Оборудование все, якое сучасное, воно очень дороговартосное. Один швидкозамороживатель это минимум миллион гривен. В последние 2-3 года что-то новое не закупилось. Потреба есть, враховываясь, что сейчас требуют для того, что плазма и препараты крови потребуют карантинизации полтора как минимум. Есть потреба в специальных термохолодильниках. Из-за устаревшего оборудования страдает качество крови. А это значит, что у каждого пациента при переливании есть большая вероятность заразиться гепатитом, сифилисом и даже ВИЧ. Заложники такой ситуации больные гемофилией. Александр один из них. Дефицит белка крови приводит к постоянным внутренним кровоизлияниям. На лекарства нужен почти миллион гривен в год. Без препаратов крови просто не выжить. Всего в стране около 2,5 тысяч таких больных. И по данным Всеукраинского общества гемофилии 95% из них инфицированы гепатитом С. Уверен на 100% что инфекцию занесли путем переливания компонента крови. Но доказать это очень сложно. Инфицирование происходит практически со всеми людьми, кто переливает кровь либо компоненты крови. Александр не знает, когда именно заразился. Ведь в больнице его не проверяли ни до, ни после переливания крови. К тому же гепатит С часто протекает без симптомов. Украина на первом месте в Европе по уровню заболеваемости этим недугом. По статистике Всемирной Организации Здравоохранения инфицированы более миллиона украинцев. Участников АТО было обнаружено, что у них уровень инфицированности более в два с половиной раза больше по возвращению из АТО, чем было до этого. Потому что бывают экстренные ситуации, например, прямое переливание крови, того, что вообще как бы это сильно экстренное, это не приветствуется во всем мире, потому что кровь должна быть безопасной. Но в Украине кровь не может быть безопасной даже после обследования. Ведь у нас нет эффективной системы тестирования, такой как в Европе. Самое ужасное, у нас не производится тестирование генетическое донорской крови, то есть на уровне ДНК, РНК. Это катастрофа. Это самый точный и современный метод, но для нашей страны это слишком дорогое удовольствие. Поэтому в государственных лабораториях тестируют кровь только на наличие антител. При вирусном гепатите С период от момента заражения человека до момента появления защитных антител вот этот промежуток может составлять до полугода. То есть человек уже заразный, так, но кровь его наличие антител еще не показывает. Более того, в Украине они проверяют самих доноров. Перед тем, как ложиться в это кресло, они только проходят медосмотр и общий анализ крови. И в этом случае тоже все упирается в деньги. Ирина создала самую большую базу доноров в Украине. А всего таких добровольцев в стране около полумиллиона. Этого достаточно, чтобы обеспечить пациентов кровью. Но проблема в отсутствии логистики. В одной больнице может быть ее катастрофическая нехватка, а в другой избыток. У нас есть 450 медицинских установ, где можно людям сдать кровь. И беда в том, что они абсолютно между собой не связаны. Близко 40% заготовленной крови снищаются. Еще одна проблема так называемые стихийные доноры. Те, кто сдают кровь один раз или родственникам, или ради денег. Таких в Украине 70%. Но более безопасные доноры постоянные, ведь их кровь уже протестирована. Варвара сдавала 13 раз. В городском центре крови ее занесли в базу доноров. Теперь к девушке постоянно обращаются пациенты. У меня был мальчик, он-то больной, слава богу, ему очень хорошо подходила моя кровь. Меня все время просили, чтобы я никому не сдавала от алкоги. Но, слава богу, мы были здоровыми. Вот сейчас будет фильтрация крови проходить. Это закрытая система. Понимаете? Сюда не попадают микроорганизмы. Вернее у нас была заготовля крови в скляне. Вот в такие бутылочки. Это абсолютно современно. И, скажем, кто из доноров боится, что их может чем-то заразить. Не может. Потому системы одноразовые. В Киевском центре крови в основном новое оборудование, но его недостаточно. Также в отделении уже давно не делали ремонт. Зато обустроили современную лабораторию и тестируют кровь. Эти аппараты работают уже 10 лет, но здесь их считают одними из самых современных. Это антитела нашли до сбудника сифилису. После первинного результата позитивный, потом идут два полтора. Если позитивный, то выдаются результаты позитивные. А чтобы было меньше позитивных результатов, хотят вообще отменить платное донорство. Мол, это обезопасит пациентов, ведь тогда донор будет стремиться не заработать, а помочь. Уже не первый год Минздрав планирует реформировать службу крови. Обещают европейские стандарты и лаборатории молекулярной диагностики. Но пока в этой борьбе за выживание проигрывают пациенты. Ведь в Украине нет денег не то, что на европейское оборудование, а даже на зарплаты врачам. Евгения Коваленко, Марьяна Бурякова, Лариса Лисовая, Богдан Савруцкий, Евгений Пахальчук. Подробности недели телеканал Интер. Это были подробности недели. Спасибо вам за то, что смотрели и до встречи уже в 2018. Редактор субтитров Корректор А.